здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу рассказать о том как у моей дочери обнаружили вич и это не шутка это случилось несколько лет назад внезапно однажды звонит мне дочь она работает врачом в онкоцентре онкологическом центре в обнинске и она говорит пап у меня обнаружили вич все такой понимаете ну сразу понятно что это страшный диагноз понятно что это шок и и она была в шоке естественно ну и надо поддержать как там я говорю как как-то вообще значит что это она должна выговориться по крайней мере что случилось смотрите она работает в онкологическом центре в крупном врачом и однажды их посылают на проведение вот такого профилактического медосмотра за два дня должны 700 человек пройти медосмотр но она как врач понимает что это необходимо и естественно она она пошла что происходит после 700 человек понимаете да что происходит после через какое-то время она на работе все нормально и звонок на работу ну она работает в больнице естественно не больницы в центре я сказал поднимает кто трубку медсестра и медсестре говорят слушайте срочно надо найти там татьяну юрьевну она должна прийти для того чтобы пересдать анализы потому что у нее положительный анализ на вич и сразу такая медсестра в ужасе значит вскакивает такая ну там понятно что она не одна другими сестры что такое что такое у татьяны юрьевны вич и значит бежит значит с выпученными глазами прибегает к ней в кабинет значит татьяна юрьевна вам значит там надо срочно сказать у вас там положительный вич понятно что до этого оттуда позвонили секретарю директора и ткать и там сначала сообщили вот то есть моментально весь институт знает что положительный вич у кого у одного человека во всем институте и этот человек почему-то по странному стечению обстоятельств моя дочь к ней влетает естественно медсестра вот есть сообщает вот это вот она в шоке значит там в ужасе сразу куча вопросов что как откуда почему почему я за что такие вопросы вся жизнь сразу прокручивается и ну понятно что шок сначала ступор полный просто вот вообще вот все жизнь сразу делится на две части до и и после понятно да потому что вот до этого не было то есть она жила без этого дальше и придется жить с этим что делать начинает анализировать откуда как она могла заразиться ну вроде неоткуда вот а что произошло дальше дальше значит но она врач она она закончила факультет фундаментальной медицины в мгу значит там ну ее учили как всем методикам она стала анализировать игрит так сначала надо все-таки перепроверить и что она первое сделала да я и звонят говорят там типа приходи надо срочно пересдать она говорит не нифига ребята я хочу перепровериться в независимых лабораториях тут же естественно она пошла в лабораторию гематест и тут же вин витро две независимые лаборатории и там она как врач естественно у нее берут и анализы начинок смотрит так значит игла одноразовая так значит куда как идентифицирует вот эту вот ну пробирку да она смотрит так хорошо пробирка одноразовая значит там естественно значит ну как при ней все распаковывают ну понятно что платные вот эти вот гематесты и инвитро там все нормально потом значит а ну когда вели данные они там компьютер значит там распечатка и значит вывод наклеечку значит клеют на эту пробирку все посылают она понимает что ну здесь как бы все нормально вот и и там и там она значит как бы проследила как берутся анализы потому что она видела как брались анализы там во время профилактического осмотра там немножечко по-другому там просто берут анализ естественно значит в пробирку пробирка никак не подписана значит она кладется в такой вот ящичек в котором тык 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 и медсестра просто должна там есть реестр какой-то и значит в реестре порядковый номер да понимаете да и значит по порядковым номерам значит должны стоять пробирочки эти если пробирочка не дай бог значит там медсестра может перепутать и так далее но если вот в этом во всем ящике все анализы отрицательны то понятно что ну пофигу какая разница но перепуталась как но все отрицательные ничего страшного и тут ну вот один анализ положительный из 700 человек почему-то жребий пал на нее ну что я могу сказать что произошло дальше ну дальше естественно значит ну она всю жизнь свое перемалывает так значит ну как бы секс вроде как нет не должно никаких значит там этих ног естественно наркотиков это понятно нет по работе может быть где-то там порезалась где-то там кровь какая-то попала от пациента да вроде нет вот ну короче говоря проходит какое-то время напряженного ожидания я ну как могу конечно сказать ну что я могу выслушать выговориться с хотя бы должна и так далее и ну понятно что приходят анализы и анализы отрицательные и в гематесте и в инвитро спида нет ну то есть не спида не вич нет ничего этого нет но на что она естественно как бы во первых надо понять но если был положительный анализ и этот положительный анализ не у нее значит первое он у кого-то и и второе как могло получиться так что блин вот эта вот ошибка произошла значит естественно она берет свои эти вот анализы отрицательны естественно она значит и говорит я это так не оставлю и она идет прямиком к директору того центра где брали где проходили профилактический медосмотр там разносит к чертовой матери всех значит вот с ксерокопиями вот этих вот отрицательных анализов говорит вы чё тут вообще вы как это организовывали вы отвечаете за это там как бы центр и я добьюсь чтобы у вас отобрали лицензию на проведение профилактических осмотров дело в том что вот эти вот центры которые занимаются проведение профилактических осмотров это ну для людей это бесплатно а государство за это очень даже хорошо платит за каждого человека но при этом надо же быть и ответственными ну вот и куда она пошла дальше естественно она пошла дальше в администрацию города но она известный врач вот в администрации города говорят а что мы можем сделать поликлиники нам не подчиняются она говорит хорошо тогда я пойду в министерство вот я уже не помню чем там кончилось в министерство она да сказать как бы писала не знаю были проверки или нет но перепроверки то есть это надо перепроверить весь институт все 700 человек чтобы определить у кого был положительный анализ во-первых этого не сделано во вторых значит естественно она как бы коллектив в любом коллективе ну во первых было нарушено полностью она как врачка и и когда учили там врачебная этика и так далее когда есть у человека страшный анализ и когда это ну объявлять как объявлять пациенту это ну психологически чудовищная травма естественно поэтому вот такие анализы результаты должен объявлять но не медсестра по телефону а просто надо вызвать пациента по процедуре вызвать пациента и как-то ну врач ему должен сообщить что вы знаете вот значит какие-то странные у вас анализы и надо бы перепроверить к ну как то так аккуратненько не так по телефону и во всеуслышание то есть но во первых есть люди которые не стойки они могут просто выпрыгнуть из окна там например застрелиться я не знаю что ну то есть вы понимаете что это чудовищно искать травма понятно да ну вот и вот так вот медсестра по телефону во всеуслышание моментально моментально эта новость естественно разошлась по всем моментально с ней уже искать там тут же как бы она как бы вот на нее смотрят уже вот и вы понимаете в любом коллективе есть люди которые тебя недолюбливают например но с моей дочерью это уж точно потому что многие считают ее выскочкой потому что она вот только пришла молодая такая вся вот такая вот типа значит там в коллективе не участвует особенно но когда там обмывают косточки кому-то там значит кто больше искать кто с кем спит и значит это в этих разговорах она не участвует но она очень тесно общается с шефом и вдруг через какое-то время сказать очень как бы ну вроде бы сказать выскочка уезжать на международную конференцию филиппина за что как почему ну конечно же зависть как конечно же сказать после филиппин значит там был и лиссабон и инсбрук и вена там и не знаю что еще значит она много раз ездила по международным конференциям она там выступала она представляла и говорят ну почему ее посылают а вот нас мы так долго работаем не посылают но там просто другие причины если хотите это сказать как бы но для отдельного видео сюжета если хотите я могу рассказать почему но вот речь об этом значит сразу ага вот она значит там оказывается она то из себя паяньку устроила а она то вон какая понимаете и вот это все сразу выползла вот это вот как пена да вот чем там закончилось я уже не помню но вспоминается это конечно как страшный сон вот ну я тогда тоже когда вот это все выяснилось я тоже был полон возмущения я конечно же я написал посты в фейсбуке значит там жуткий совершенно вот ну понятно что я не дути я не не так популярен поэтому ну сказать да пообсуждали все это затихло конечно это было ужасно сейчас вот идет волна как раз эпидемия так сказать коронавирус коронавирус да вот но по сравнению с коронавирусом опять же вот то что дуть снял фильм вич по сравнению с коронавирусом это небо земля есть еще проблема там же фильме юрия дудя я только что посмотрел упоминают гепатит и упоминают туберкулез дело в том что эти болезни сейчас ну как то в тени и о них не говорят но и кажется что это тоже нас не коснется никогда не вич не гепатит не туберкулез потому что туберкулез кажется это болезнь там где-то в тюрьме зарождают заражаются ничего подобного оказывается что эти болезни вич вот дуть показал что в принципе сейчас люди могут жить с вич вообще абсолютно полноценной жизнью и это здорово вот гепатит честно говоря я не очень в курсе но когда она мне рассказала про туберкулез когда они на процессе учебы они там посещали туберкулезный диспансер и когда там озвучили вот эти цифры по туберкулезу они страшные во первых то же самое у нас идет эпидемия туберкулеза защититься никто не может и что самая страшная болезнь которую казалось что мы победили на самом деле это не так потому что есть очень много людей которые ну вот изобрели антибиотики да и антибиотики очень успешно борется с бактериями с вирусами ну не с вирусами с бактериями в данном случае там которые вызывают эту болезнь но очень часто не долечиваются до конца и там назначают курс вот сколько там надо принимать вот эти антибиотики и люди ну как почувствовали все облегчение все хорошо зачем дальше принимать и получается так что в организме остаются часть возбудителей вот этих заболеваний которые остались и они приобретают устойчивость к этим антибиотикам и человек вроде излечился но болезнь может жить вот туберкулез в частности там десятки лет и передаваться и так же не проявляться тоже много лет а они уже имеют устойчивость к антибиотикам и получается так что ну не излечимо и там тоже она рассказывала какие то вот медсестра в том же туб диспансере так сказать она работала много лет и и все нормально но потом значит все таки как-то заразилась и ну вот оно не лечится реально и этому тоже надо уделять внимание а не только вот коронавирус который сейчас у всех на устах ну вот я рассказал вам тот случай как это меня коснулось я это вспомнил сейчас на волне вот на этой напишите что вы думаете по этому поводу и просто вот представьте себе что это коснулось скажем вас ну никто не застрахован на сегодня все спасибо за внимание с вами был Демитков Юрий вы Продолжение следует...